В городе сейчас проходит, мы назвали это акцией за чистый город, название красивое, но смысл понятен. Осенний субботник, пытаемся привлечь жителей, управляющие компанией в первую очередь, на них делается акцент, в том числе и сотрудники МУПов, мы просили отдельно, работники администрации, вышли в город для того, чтобы пытаться сделать, ну если не навести порядок, то сделать шаг к нормальному благоустроенному городу, да и вообще учиться приводить свой город в порядок. Почему именно здесь, почему к этому двору такое внимание, и почему я подошел к прессе не один, а попросил Ольгу Константиновну Гончар, это подрядчик, который работал здесь по асфальту. И мы сейчас, ну очень внимательно, поверхностно обошли, потому что здесь куда ни глянь, ДРСУ, Сергий Вопосадский ДРСУ провел работы очень низкого качества. Правила жанра не позволяют мне сказать все то, что я думаю по поводу качества этих работ. Речь идет и об асфальте отвратительного качества, а установки бордюров, не то что не по ГОСТу, они просто не установлены, они приставлены сверху на асфальт к земле. Значит, речь идет и о вертикальной планировке, то есть лужи на свежеполуженном асфальте. О самом качестве асфальта, он просто никуда не годится, его катали холодным, здесь все предельно просто. В результате, несмотря на то, что у нас идет программа по дворам, и мы, честно говоря, рассчитывали, что люди будут благодарны, сегодня приходится извиняться, извиняться за то качество работы, которое было проведено. Обещали людям о том, что мы поможем им посадить, но мы, честно говоря, надеялись на то, что люди в большем вышли. Спасибо, помогают, самим себе в первую очередь помогают, ну, хочется больше, это должно быть примером и для других дворов. Но, к сожалению, здесь трудно похвастаться, большой объем работ сделан, качество отвратительное, соответственно, буду все переделать. У нас по договору, ну, начнем с того, что ремонтом данного двора занималась не конкретно Сергей Посадский, а ДРСУ, а занимался на агентстве ПДСК, он работает у нас подрядом, на суп-подряде. Вот, качество, ну, Константин Васильевич все сказал, добавить мне ничего, мне очень неприятно все это слышать, поскольку прозвучала Сергия Посадская ДРСУ, а не на агентстве ПДСК, поэтому, да, мы, как подрядная организация, несем ответственность. Все это у нас в договоре прописано, гарантийные сроки прописано, значит, соответственно, по борту, что сказано. Борт в этом году переставится. Если администрация разрешит нам переложить в следующем году в хорошую погоду сутбук, будет переложено сутбук, если нет, значит, будет добавить хорошие дни солнечные и перекладывать в этом посадку, потому что другого выхода нет. Класть в мокрое, в дождливую погоду, вот, на сегодняшний день я не вижу резона какого-то перекладывать именно сутбук. А сколько времени мы здесь с вами работаем? Очень много, полтора месяца. За полтора месяца была и хорошая, погоды были разные. Хотя, конечно, очень дождливый август, не песня сентябрь, зимой вообще будет снег, кстати, я в этом уверен абсолютно. Конечно, 14-го числа по прогнозу снег уже, 13-го. Поэтому ситуация такова, что осенняя погода, она известна, но мы начали работать здесь с августа. Поэтому еще раз извиняюсь перед жителями, перед всеми жителями города, там, где мы начинаем работать и работаем с таким качеством, ну, как говорит один из кандидатов главы, у нас задача сейчас перезимовать, перестроиться, перестроить свои ряды, предъявить другие требования подрядчикам и с весны начать благоустройство города так, как это положено, а не так, как привыкли. Ну, так как сейчас идет еще предвыборная кампания, я не буду называть фамилию этого кандидата. Но это один из кандидатов, их у нас много. 28 объектов дворовых территорий и внутриквардальных проездов у нас по программе на этот год. Значит, списки ремонтов дорог и тротуаров. Но, тем не менее, действительно, качество, выполняя их работ, не везде плохое. Но есть отдельные дворы, в том числе и здесь бульвар Кузнецова, и на Климентийский, на Школьный 19. Я и раньше заявлял, и сейчас заявляю, что одним из условий это являлось, обязательно, вот, отведение дворов, что не было вот этих луж. Ну, а качество принимаемых работ, оно, как и в любой работе, есть недостатки, есть и положительные элементы. Недостатки в любом случае будут устраняться, об этом речь не идет, спорных вопросов нет, все это видно невооруженным глазом. Ну, а где хорошо, там хорошо. В настоящий момент 14 дворов уже закончено, ни один двор окончательно подрядчикам не предъявлен. То есть, работы везде в том или ином объеме продолжаются и будут считаться, когда будет закончено полностью благоустройство, будет вывезено строительный мусор, ну и так далее. Все работы в полном объеме. Поэтому, визуально, часть вот этих дворов уже закончена, но окончательно ни один двор еще пока не принято. Спасибо. 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 Вперед, да, на ворот.